Говорит и показывает Минск. Жанна Викторовна, вы курируете наиболее ответственное и важное, особенно сейчас для каждого направления здравоохранения в столице. Поэтому вопросов много. Начну, наверное, с самого довольно болезненного. Это грань между платной и бесплатной медициной. И вот вопрос. Маргарита Петровна спрашивает. Порой создается впечатление, что государство специально лоббирует частную медицину. Врачи в открытую говорят, что МРТ только платно, что УЗИ вам лучше сделать в частном медицинском центре, что тест на количество антител только в коммерческой лаборатории и многое-многое другое. Скажите, нормально ли это? Каковы вообще подходы принципиальные к первичной медицине вот в этом вопросе? Спасибо за вопрос. Но вопрос сформулирован так, что нужно разбираться в каждом конкретном случае. Кто, что, какие виды обследования рекомендует. В целом в городе Минске, как и в нашей республике, в социально ориентированном государстве бесплатное здравоохранение, бюджетное. Но альтернативную часть здравоохранения составляет и частная медицинская практика. Ну вот здесь, смотрите, первую МРТ, УЗИ и так далее. Сейчас, минуточку. В соответствии с законом о здравоохранении пациент имеет право выбора, где он может получать медицинскую помощь. Бюджетное здравоохранение оказывает медицинскую помощь в соответствии с территориальными стандартами. То есть, в соответствии с протоколами, которые утверждены Министерством здравоохранения Республики Беларусь. То есть, это те стандарты, на которые выделяются государственные средства, которые необходимы по показаниям для оказания медицинской помощи пациенту. Рекомендации, что касается вопроса, который был задан, получение диагностической помощи в частных центрах, я говорю, что здесь надо разбирать каждый конкретный случай. Но гарантированная бесплатная медицинская помощь, как я уже сказала, она закреплена. Но зачастую пациенты... И все диагностические и лечебные мероприятия проводятся по показаниям. Показания определяет врач. Зачастую пациенты иногда хотят дополнительно провести какие-то виды обследования, дополнительно назначить, учитывая такое у нас информированность населению по медицинским вопросам, зачастую хотят какие-то самостоятельного назначения лекарственных препаратов, каких-то диагностических видов обследования, которые, ну, не являются, может быть, социально гарантированными. В таких случаях, возможно, кто-то рекомендует, что вы можете по желанию пройти данный вид обследования в частном центре. Но что касается государственной системы здравоохранения, для уточнения диагноза, для постановки диагноза, для лечения, у нас это гарантировано территориальными, социальными программами. И государство для этого выделяет немаленькие деньги. Поэтому это вопрос такой, который требует, наверное, конкретизации. И в случае возникновения таких вопросов вы можете обращаться в комитет по здравоохранению, и мы будем рассматривать эти случаи, если кто-то в этом видит какое-то лоббирование. С моей точки зрения, такого у нас нет, а по желанию в медицинских центрах, может быть, в более комфортных условиях, жители города Минска могут по желанию получить диагностическое лечебное мероприятие. Жанна Викторовна, вот сам проанализировал, в вопросах наблюдается определенная интересная тенденция. Большинство из них касается проблем все-таки в первичном медицинском звене, и практически никто, никогда, вот у нас в Минск новости, и вот в отношении вас не пришло ни одного вопроса с претензией к стационарному лечению, к больницам. Вот вы расскажите, как руководитель комитета по здравоохранению, и как главврач лечебного учреждения в прошлом, больницы, да, вот интересно, почему такая тенденция, вот как вы думаете? Ну, я хочу сказать, ну, как бы с моей точки зрения, это, и мы сейчас над этим работаем, это вопрос кадровой укомплектованности, именно амбулаторно-поликлинического звена. Вопрос действительно может быть вот и обусловлен этим, мы над этим работаем, вот, мы укомплектовываем должности врачей общей практики, и я думаю, что тогда, возможно, и не возникнет вопросов. Все-таки стационарное учреждение, это более стабильный состав медицинских работников, и, ну, если говорить, как бы так, в целом, то многие больше хотят доктора работать в стационарном звене, чем в амбулаторно-поликлиническом звене. Но нагрузка и вообще всю основную тяжесть по первичному выявлению заболеваний, по лечению хронических больных, по тактике ведения, конечно же, ложится на амбулаторно-поликлиническую службу, и она работает с очень большой интенсивностью. Вот, кстати, вопрос в том же направлении, вопрос о дневных стационарах в поликлиниках. Я его зачитаю. В соответствии с новой редакцией закона о здравоохранении, пациентов дневных стационаров должны обеспечивать бесплатными лекарствами. Сейчас препараты, за некоторым исключением, люди приобретают за свой счет. Понятно, что в настоящее время все средства государства направлены на борьбу с ковидом, но все-таки профинансируют ли лечение в дневных стационарах или пока повременят? Вот спрашивает наша служба. Конечно, профинансируют. Это законодательно закреплено. С 23 июля вступил в действие закон о здравоохранении, и, естественно, это лечение будет бесплатно по показаниям, опять-таки повторяю. И вопрос тоже требует индивидуального рассмотрения, потому что оказывается помощь бесплатно, оказывается лечение медицинскими препаратами. Поэтому в настоящее время в комитете разрабатывается перечень, формулярный список для оказания медицинской помощи по разным нозологическим структурам. Поэтому, конечно же, будет оказано и как закреплено законодательством и будет выполнено, это, конечно, бесплатное обеспечение лекарственного. То, что прописано, будем так говорить. То, что прописано в соответствии с имеющейся патологией, по показаниям. Потому что, опять-таки, зачастую... Фраза «прокапайте мне» хорошая. Покапайте меня, значит, препаратами, которые, ну, как бы где-то из прошлого и были актуальны, из нашего, так сказать, советского прошлого, особенно это для пожилых людей актуально. Где-то в интернете какие-то познания. Поэтому существует система здравоохранения, у нас построена четко. Министерством здравоохранения определены четко позиции по оказанию медицинской помощи жителям республики и города Минска в том числе. Посмотрите, Павел спрашивает вас вот к вопросу тоже платной медицины отчасти. Почему анализ крови во всех государственных поликлиниках сдается только в 10, до 10 и до 11 утра? А во время вот в частных медцентрах вплоть до его закрытия? Ведь многим людям это неудобно, он утверждает. Ну, можно согласиться, потому что с утра все работают. Почему такая ситуация? Ну, вообще, классика вообще установления диагноза – это забор анализа крови в утренние часы натощак после 8-12 часового голодания. Потому что состав крови имеет способность к изменению показателей в течение дня, после приема пищи, после большой физической нагрузки, после воздействия разных факторов. И поэтому классический чистый показатель медицинский – это забор крови с утра. Конечно же, по экстренным показаниям этот забор делается службой скорой помощи или стационарными учреждениями, амбулаторно-поликлиническими по необходимости. Но, ну, в поликлиниках, вот, с учетом вот этих классических подходов, именно так организована работа. Ну, вы намекаете на том, что в частных медицинских центрах могут быть неточные анализы, когда люди их сдают после обеда, например, или после ужина? Нет, в частных медицинских абсолютно они точные, просто там объясняют, наверное, пациенту, что надо 4 часа. Ну, это, как бы, скажем так, вопрос организации работы именно нашей государственной системы. Потому что человек приходит с утра, максимально он должен быть обследован, выполнено лабораторное исследование, к часам 3 это известно. То есть, ну, и это участвует в, ну, появляется одно из состоявляющих диагностических мероприятий. Вопросы о поликлиниках вас не оставят. Вот еще о поликлиниках. Пожалуйста, с удовольствием. Жилой дом в районе Лошица у нашей слушательницы находится активно, застраивается этот район, но сейчас на всех жителей только одна поликлиника, 37-я. Появятся ли там дополнительные медучреждения в ближайшее время в Лошице? В Лошице, да. Поликлиника работает с большой интенсивностью, она рассчитана на 840 посещений в сутки. Работает она с избыточной нагрузкой около тысячи и, конечно, выделено финансирование и планируется на проектирование в 2022 году поликлиники в этом районе. Вот смотрите, еще живем в Сухарево рядом со строящейся детской поликлиникой. Скажите, когда все-таки она начнет работать в Сухарево? В Сухарево планируется открытие поликлиники в 2022 году, по-моему, первый квартал. Но планируется открытие, идет активная работа, закупается оборудование, все, планируется открытие. Первой половине 2022 года. Друзья, это Радио Минск, программа «Говорит и показывает Минск». Я напомню, что у нас в гостях председатель комитета по здравоохранению Мингородсполкома Жанна Казаченок. И сегодня она отвечает на вопросы, которые поступили в раздел «Задайте вопрос столичным властям» на портал Минск Ньюс Ба. Естественно, мы говорим о медицине, о здравоохранении. Маргарита Васильевна спрашивает, моему отцу регулярно выписываются рецепты на льготной основе. Ну, подскажите, пожалуйста, можно ли его получать, этот рецепт, не посещая терапевта или профильного специалиста? И обязан ли приходить за рецептом сам больной или можно вместо него прийти родственником? Ну, опять-таки, в медицине всё выполняется по показаниям. Естественно, не видя больного, определить показания к выписке того или иного препарата и объективно оценить состояние его в момент осмотра, и нуждается ли в этом препарате он или нет, без этого нельзя. Существует ряд хронических заболеваний, которые, конечно же, предусматривают постоянный приём льготных препаратов, выписывающихся по льготным рецептам, и имеется возможность такая, ну, это от специфики заболевания зависит, и имеется такая возможность выписывать рецепты на 6 месяцев. Вот, поэтому... Ну, и человек должен прийти сам, я так понимаю. Конечно, потому что ему может измениться дозировка приёма этого препарата, может быть, частота приёма, может быть, ему необходимо увеличить дозу препарата. Поэтому, ну, медицина, медицина – это наука такая, и такая отрасль, которая требует осмотра пациента, определения показаний к каждому виду действия по отношению к больному. Да, вот смотрите, ещё, я думаю, это частный вопрос, но всё-таки он пришёл к нам на портал. Странно, что при такой большой посещаемости в 24-й поликлинике, которая выдаёт справки водителям автомобиля, приходится почти час ждать, когда заменят бумагу в принтере, вот пишет наш слушатель, нельзя ли как-то пересмотреть, улучшить работу регистратуры этой поликлиники? Ну, знаете, для меня этот вопрос удивителен, потому что, ну, я и сама в 24-й поликлинике бываю нередко, и с административными обходами мы ездим, и как раз-таки раньше было много обращений. Сейчас там электронная очередь вроде бы, да. Сейчас очень активно работает администрация по оптимизации времени прохождения комиссии, и нареканий, обращений у нас вообще в течение 2020-2021 года не было. Я думаю, что это здесь какой-то частный случай, именно замена вот этого картриджа... Не повезло человеку, не повезло, поэтому, ну, приносим извинения за неудобства. Жанна Викторовна, отдельная тема, естественно, пандемия коронавируса. В этой ситуации страна находится уже полтора года почти, да. Людей волнуют все детали, вот всё, что самые мелочи. Я постараюсь тогда вот вопросы задать в таком блиц-режиме. Пожалуйста. Вот Антон Палович спрашивает, сколько минчан уже сделали прививки от коронавируса, какая задача стоит в цифрах вообще по вакцинации по Минску? Хочу узнать, что слышно и со спутник Лайт. Читал, что её, она получила регистрацию, будут ли поставки вообще в Беларусь? Ну, вопрос, и это очень мне импонирует, что жители задают вопросы и интересуются, что они, вакцинации, что они неравнодушны к этой, к этой проблеме, к этому вопросу. Потому что мы ничем не отличаемся в данной ситуации от принципов течения особо опасных инфекций. В данном случае мы полтора года находимся в этой ситуации. И, естественно, необходима вакцинация. Мы так победили туберкулез, полиомиелит, мы прививаем детей, мы это исправно делаем по прививочному календарю. Здесь новая инфекция, особо опасная. И, естественно, успех, предотвращение, уменьшение тяжелых случаев в течение заболевания, это вакцинация. Для создания коллективного иммунитета, ну, это тоже известно, это из средств новостной информации, это около 60% населения. В Минске это где-то около миллиона. Ну, я уже там конкретно не буду... Понятно, до единицы сложно. И сейчас у нас уже привито около 26% населения. Проводится активная вакцинация. Наверное, те, кто переболели, тоже можно отнести к категории привитых. Или все-таки прививка обязательно... Вы знаете, по этому вопросу существует множество мнений, но инфекционисты сходятся в одном, что необходимо прививаться. Потому что поствакцинальный иммунитет сильнее постинфекционного перенесенного заболевания. Ну, вы знаете, действительно, говорят, интернет портит картину, пугая людей порой какими-то мифами. Как вы, кстати, к этому относитесь? У нас иногда можно прочесть какие-то ужастики в интернете, и поэтому, может, многие люди где-то боятся. Вы знаете, я всегда в таких случаях, когда читаю информацию, я задаю себе вопрос. Кто написал? Кто сделал такой вывод? Кто лоббирует? Кто вынес такое решение? Я пользуюсь официальными источниками, исследованиями. Каждый день у нас в Комитете по здравоохранению существует информационно-аналитический центр, который каждый день делает аналитику мировую по течению данной вирусной инфекции, по лечению, по новинкам, которые возникают, поскольку новая инфекция, она изменчива, возникают новые штаммы. То есть мы как бы в онлайн-режиме стараемся это все использовать в своей работе. Поэтому ужастики, ну, как бы, я даже, слово такое, наверное, даже не очень удачное, но я бы обращалась к официальным источникам и доверяла официальной медицине, официальному здравоохранению. Смотрите, еще к этой теме мы как бы не до конца ответили, то есть у нас прививают спутником, у нас прививают китайской вакциной, ну, здесь писали о спутниках лайт, но это все так писали, вот пока неизвестно, когда что, да? Или есть какие-то уже информации? Есть информация, я объясняю, что, ну, существует ряд вакцин, которые используются в мировой практике сейчас. В Республике Беларусь используются те вакцины, которые вы перечислили, но периодически, ну, китайская вакцина у нас есть в наличии, при ее, значит, ограничении, ну, то есть, когда она заканчивается, при нехватке, да, значит, мы ведем переговоры о дополнительном поступлении вакцины, но все виды вакцин и китайская вакцина, и спутник лайт, которая еще, к сожалению, к нам не поступила, но ведутся переговоры, вот, они эффективны. Вопрос тоже, Светлана нам пишет, в Минске сейчас снижение заболеваемости коронавируса, все-таки летом многие уехали, она утверждает, вот пуска на даче, ну, она имеет в виду, что тем самым меньше идет распространение, но ожидается ли, на ваш взгляд, подъем заболеваемости, когда люди вернутся, или его не будет, потому что делает свое доброе дело вакцинация, как вы считаете? Тоже очень приятно, что Светлана анализирует эту ситуацию, и однозначно многие-то уехали, но по сравнению с прошлым годом, наверное, больше жителей республики остались в стране, а вакцинация, противоэпидемические мероприятия, они проводятся по всей республике. Город Минск, система здравоохранения готова всегда к изменению эпидситуации, и она в городе Минске, реально в республике выбран Министерством здравоохранения правильный путь, вот, работы с этой инфекцией, потому что прогнозируемых уровней повышения мы значительно ниже имеем, да, мы не допустили. То есть мы где-то на 70% ниже, чем допустимый рост. И вот именно вакцинация сыграла большую роль, когда был всплеск, вот, именно измененная эпидситуация в городе Москве, около трех недель, по-моему, четырех недель. И в Минск эта волна не дошла, нельзя сказать, не смотря на активное взаимодействие. 20 рейсов авиарейсов в неделю с Москвой, поезда были пущены. И это именно вот на уровне города, потому что все-таки столица, это, ну, такая мека, куда стремятся приехать жители республики и на работу, и за какими-то развлечениями, и за какими-то видами услуг. Жанна Викторовна, вы не прогнозируете, но утверждаете о готовности к любому развитию. Более того, к этому и большая помощь городского исполнительного комитета. Выделены средства на замену газификаторов, и проектная документация готовится. Мы планируем к октябрю установить газификаторы во второй, шестой, десятой городских клинических больницах. Имеется, речь ведется о подаче кислорода. О подаче кислорода, да. Сейчас медтехноцентр активно, мы мониторируем эти системы, проверяем объемы. Поэтому жители города Минска, где читают, что читают, я совершенно официально заявляю и беру ответственность на себя, что они будут обеспечены всем необходимым. Поэтому жители города Минска, читайте телеграм-канал Минск Новости, портал Минск Ньюс и слушайте радио Минск. Еще тогда вопросы. В Минске в последнее время все сложнее записаться на ПЦР-тест, утверждает Мария. Хотелось бы узнать, не планирует ли в столице расширять сеть объектов, где делают вот это тестирование? Ну, хочу на этот вопрос пояснить уважаемой Марии, чтобы она правильно поняла и правильно отнеслась к этому. Поэтому ковид-инфекция это особо опасная инфекция, которая у нас полтора года находится, так сказать, в активном распространении. То есть больше, меньше. И открытие лабораторий 17 для ПЦР-диагностики, это исходя из тех... Сейчас 17 лабораторий. 17 лабораторий. Исходя из тех возможностей, которые максимально мы можем предоставить жителям города Минска. Поэтому, может быть, этим обусловлено, но для улучшения и снижения очереди на ПЦР-диагностику открыта еще работа тоже около 11 учреждений в субботние и воскресные дни. Я вам оставлю информацию. Мы разместим на портале, да, Минск. На портале, да. Ну, это, наверное, сезонность определенная. Люди уезжают отдыхать, путешествия без ковид. Поэтому прошу отнестись с пониманием к этому. Мы делаем то, что зависит от нас, все возможно. Министерством здравоохранения это на активном находится тоже и контроле, и принятие мер. Поэтому, ну, вот на данный момент такая ситуация. По прививке тоже Дмитрий спрашивает. Хочу привиться, но очереди пугают его. Откроют ли дополнительные пункты вакцинации в Минске? Хотя я Дмитрию могу тоже сказать, что на портале Минск Ньюс Бай есть раздел, где, если я не ошибаюсь, около 80 пунктов вакцинации, в том числе и в крупнейших торговых центрах. Вы знаете, у нас 83 пункта открыто для вакцинации, кроме учреждений здравоохранения. Вот вы мониторите, есть там очереди, что ли, огромные, или как? Очереди, ну, честно говоря, обращения на очереди в Комитет по здравоохранению не было. Если где-то возникает очередь, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас, по-моему, абсолютно доступна вакцинация, поэтому... У меня даже родители позвонили в поликлинику, на следующий день пришли и вакцинировали. Да, поэтому, ну, если... Мы надеемся, что действительно очередей нет, и желание этого человека вакцинироваться, оно как-то будет осуществлено. Заключительный вопрос, Жанна Викторовна, в конце вот эфира нашего, он касается санаторно-курортного лечения. Минчанка, тоже Мария, вот спрашивает, скажите, как распределяются путевки на санаторно-курортное лечение по районам? Раньше она говорит, что жила во Фрунзенском, заявки там удовлетворялись, без проблем, сейчас в Первомайском, вот два года не могу попасть в санаторий. Вообще, кто этим занимается, как это работает? Вообще, в компетенцию Комитета по здравоохранению реализация прав граждан на санаторно-курортное лечение оздоровления не входит. Это входит в соответствие с указом президента Республики Беларусь номер 542 28 августа 2006 года о санаторно-курортном лечении оздоровления населения. Организация санаторно-курортного лечения оздоровления населения возложена на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населению. Вот человеку обратиться куда нужно? В этот центр? Центр. В этот республиканский центр. Имели, я так думаю, на руках какие-то медицинские показатели, если она хочет. Вот смотрите, здесь еще есть часть вопроса. Поликлиника направляет ребенка на санаторно-курортное лечение. Положено ли оно ребенку с бронхиальной астмой? Если да, то как часто? Возможно ли на этот вопрос коротко ответить? В данном случае я могу коротко ответить. Это осуществляется в детской поликлинике по заявительному принципу. Выдается документ на нуждаемость в санаторно-курортном лечении. Родители обращаются по месту жительства в комиссию по оздоровлению и выделяется путевка. Противопоказаниями при лечении у детей с бронхиальной астмой является тяжелое, трудно поддающееся лечению заболевания, гормонозависимое с частыми тяжелыми приступами бронхиальной астмы. Здесь уже показано постоянное наблюдение медицинских работников, лечение, где-то вспомогательная дыхательная поддержка, ну и контроль за состоянием пациента. Спасибо, Жанна Викторовна, это были все вопросы, они все, естественно, волнительные, потому что здоровье сейчас для многих людей это просто первостепенное такое направление и задача. Да, вопросы интересные, спасибо огромное. Я думаю, что и хотелось бы мне вот в свою очередь как бы поблагодарить тех, кто обратился, наших граждан города Минска с этими вопросами, потому что видно, что они заботятся о состоянии своего здоровья. И мне бы хотелось пожелать всем, чтобы каждый житель города Минска заботился о своем здоровье, о здоровье своих детей, своих родителей и своих близких. И обязательно вакцинировался. И вакцинировался, да, потому что впереди, конечно же, осень, и действительно был правильно задан вопрос, что приезжают и студенты приезжают, и 33-я поликлиника нацелена на волну приезжающих студентов. Кроме того, мы не оставляем как бы и наблюдения за другими заболеваниями, потому что вот увлекаясь лечением, не то что увлекаясь, а в показанных условиях мы работаем, мы не должны забывать, что есть целый ряд заболеваний, которые требуют тоже, тоже нужно лечить, нужно вовремя диагностировать и вовремя оказывать помощь. Друзья, это была программа «Говорит и показывает Минск». На вопросы читателей портала Минск Ньюс Бай, которые поступили в раздел «Задайте вопрос столичным властям», отвечал наш гость, председатель комитета по здравоохранению Мингрысполкома Жанна Казаченок. Следите за разделом «Задайте вопрос столичным властям». В августе там будет новый спикер, а значит, вы сможете задавать свои вопросы вновь одному из руководителей подразделений Мингрысполкома. Видеоверсию нашего эфира вы сможете увидеть сразу после радио программы на портале Минск Ньюс Бай, на нашем официальном YouTube-канале и в социальных сетях. Всего вам самого доброго, здоровья вам и нашим слушателям и зрителям. До свидания, до встречи в следующую пятницу. До свидания.